Всем привет! С вами Мариокта и сегодня я расскажу о том, как я похудела на 17 килограмм и какие у этого оказались последствия. В это видео я вставлю несколько своих фото. Пожалуйста, не нужно использовать это для мотивации, потому что когда я худела, я так делала. Но я всегда была ребенком среднего телосложения, у меня был такой небольшой животик, но в общем я выглядела достаточно нормально и здорово. Когда мне исполнилось где-то 13, я очень неожиданно поправилась. Мало того, что я не считала себя полненькой, я считала свою фигуру действительно классной, даже когда я весила около 70 при росте 173. И я удивлялась, почему люди пишут мне на АСКФМ, что у меня трясется живот, когда я хожу. Какой живот? Я думала, что я идеальна, но это было не так. И даже по врачебным меркам у меня тогда был действительно лишний вес. Мой отец предложил мне пойти в спортзал. Я согласилась, потому что как же можно отказаться от чего-то бесплатного? Я начала туда ходить, ничего не поменяла в питании, занималась так себе. Но каким-то волшебным образом, когда я пошла в 8 класс, за первые несколько месяцев у меня сами собой ушли 5 килограмм. Но к концу 8 класса все изменилось. Я загорелась идеей стать моделью. Я начала подписываться на все группы об этом, читать кучу информации, смотреть на фотографии моделей. И тут все. Это и началось. Потому что, как вы знаете, модели в основном очень-очень худенькие. И иногда даже чрезмерно. Я решила худеть, чтобы попасть в модельное агентство. Я начала худеть. Начала худеть с диетками из типичной анорексички, на которую я была давно подписана, но я никогда не пользовалась советами оттуда. Я просто смеялась. Кх-кх, я такая толстая. Хотя я так не считала. И просто говорила это, чтобы показать другим, какая я самокритичная. Потом я начала действительно пользоваться этими советами. Я начала уходить. Я начала больше заниматься спортом. А есть все меньше и меньше. В какой-то момент моя еда начала выглядеть так. Кофе, кофе, кусочек помидора. И это было все, что я могла съесть за неделю. Постоянные приемы слабительного, периодическое вызывание рвоты. Хотя были, мне не болело. Это было просто для прикола. Да, современные дети. Моя болезнь шла все дальше и дальше, но вес уходил. Все люди начали говорить мне, какая я молодец, какая я целеустремленная. Никто в моей семье не замечал, что я болею психически. Даже когда мой вес начал приближаться уже к реально опасной отметке, мне говорили, просто не худей. Ты что, хочешь заболеть? Но тогда было уже поздно. Это так плохо, что люди не могут с пониманием относиться к расстройствам пищевого поведения. Ведь анорексия это в первую очередь то, что у тебя в голове, а не то, что у тебя на теле. Я не знаю, что хуже дохудеться до состояния палки и умереть, или всю жизнь, будучи толстой, иметь этого червяка у себя в голове. Когда ты болен анорексией, твоя жизнь превращается в ад, потому что ты просыпаешься с мыслью о том, что нужно взвеситься, попить водички, и через 20 минут ты сможешь съесть конфетку. А засыпаешь с мыслью о том, что завтра у тебя будет либо привес, либо отвес, и завтра ты наконец-то сможешь покушать. У меня не было сил нормально жить, я ложилась спать в 5-7 часов вечера. Мне нужно было постоянно посидеть. У меня были ледяные руки, которые никогда не потели, они были такие сухие, что я мазала их кремом каждые 10 минут. Синяки, которые появлялись чрезвычайно легко и чрезвычайно сложно уходили. Ооо! А волосы это вообще отдельная тема, у меня выпало больше половины волос. Сейчас они хоть как-то начали восстанавливаться, но это было ужасно. Было ужасно понимать, что я не могу съесть вот такую мисочку салата, потому что мой желудок еще меньше, и меня начинало тошнить. Самое ужасное, наверное, было то, что мои лучшие подруги, которые знали всю мою историю, я рассказывала им все. Когда у меня были припадки о том, что вот я поела, я сейчас себя убью или порежу, они все это знали, но они говорили, что... Ты не больна? С тобой все хорошо. У себя прекрасная фигура. Ты отличная класса. Да, я подхожу к зеркалу, у меня плакать хочется. Я думаю, как я могла это все потерять. Ну, уже ничего не исправишь. И как бы это ни было грустно, нужно просто продолжать двигаться дальше. Ага, это сложно. Это общество меня просто убивает. И до сих пор, когда я уже сама говорю, что, ребят, я была больна, они говорят... Ну, почему была такая прекрасная фигура? Никакое тело не стоит того, чтобы так изводить себя морально каждый день. Для меня анорексия — бесконечные зеленые чаи, кофе без молока и сахара. Песни об этом, как мантра, постоянно повторяющаяся в моих наушниках, под которые я даже спала. А зачем есть, когда можно наслаждаться природой? Зачем есть, когда можно порисовать или послушать музыку? Зачем есть, когда можно танцевать в клубе до утра? Как это вообще связано? Как одно может оказывать влияние на другое? Ну, если честно, я сама была создательницей некоторых из таких постов. У меня был тамблер, на котором у меня собралось 900 подписчиков, которые активно репостили мои анорексичные фото с мотивирующими подписями. И мне действительно стыдно за это. Я рада, что меня заблокировали, хотя и тогда я была готова всех там за это убить. Еще одна странная особенность моей истории в том, что, когда я начала худеть, я хотела целенаправленно заболеть этой болезнью. Сначала я худела для моделинга, а потом у меня появилась идея «О, надо стать анорексичкой». Тогда я буду популярна и «Вау!» Это действительно то, чего стоит добиться. Я начала сохранять всякие фотки, читать всякие статьи, смотреть, пусть говорят, для мотивации от тех девушек, которые уже умерли от этого. Глупее способов я не могу придумать, но в какой-то момент это сработало. Когда я уже перестала целенаправленно к этому идти, это пришло ко мне. Когда я болела, я каждые 15 минут подходила к зеркалу, чтобы проверить, не поправилась ли я. В какой-то момент я перестала понимать, что я похудела, и мне казалось, что вес изменился, а я все еще выгляжу, как будто вешу 70. Я смотрела на фотографии других девушек, которые были полнее меня, но я считала их намного худее. Кроме того, я вела безумный дневник, где я разговаривала сама с собой, как бы от лица Аны. Это все было просто ужасно. Летом, когда я уезжала в лагеря, вместо того, чтобы общаться с друзьями, я просто сидела и писала свой дневник. Записывала туда все калории, с красивенькими рисуночками, прямо как в Тамблере, и грозила себя убить. Это было действительно страшно. В какой-то мере я даже боялась того, что у меня находилось внутри. Но сейчас этот голос пропал. Всегда надеюсь. Вторая моя половина анорексии проходила в очень-очень-очень пополневшем теле, когда у меня уже началось компульсивное переедание, но в моей голове осталось все то же самое. Мне было тяжело ходить, тяжело дышать, тяжело заниматься спортом. И каждое утро я просыпалась, ела-ела-ела, жила только для того, чтобы есть, и потом плакала от этого, потому что я была несчастной. Я хотела вылечиться от анорексии, но я не могла прекратить есть. И в итоге, кстати, тогда я не вылечилась ни от чего, а просто пополняла. Как же я вырвалась из этого? Это произошло очень странно. Я продолжала худеть, худеть, опять толстела, опять худела. У меня получилось похудеть, А потом, в один прекрасный день, я должна была гулять с подругой, и с нами пошел незнакомый мне близко до того времени, мой молодой человек на данный момент. Мы так душевно общались, что у меня не было никаких других мыслей, ни мыслей о еде, ни мыслей даже о том, как много мы прошли, как сильно я смогу похудеть. Я просто не думала ни о чем, кроме моментов, в которых я жила. Это прекрасно, когда ты понимаешь, что ты от этого избавился, когда ты понимаешь, что это больше не владеет тобой, и что ты сам хозяин своего тела и своего разума. С этого дня, когда мы втроем пошли гулять, я ни разу не думала о том, что мне что-то нельзя есть, и я себя за этим накажу. Возможно, дело в том, что влюбленность и впоследствии любовь способна вылечить нас от многих болезней. Иногда для этого достаточно даже просто пары прогулок с настоящими друзьями. Если вы хотите вылечиться, отвлеките себя чем-то. Ни еда, ни красивое тело не являются главным в жизни. Живите, чтобы жить, а не чтобы похудеть. Любите себя. Если вам не нравится ваше тело, худейте, но все равно любите себя при этом. Не нужно себя ненавидеть, не нужно себя изводить. Ваше тело – это ваш друг. Если вы хотите быть красивой в общем, чтобы ваши глаза светили, чтобы у вас были красивые волосы, так худейте нормальными способами. Да, это займет чуть больше времени, но результат будет намного лучше. За последний отдых я набрала 3 килограмма сверх своего идеального веса, которое я для себя определила. И я не жалею об этом. Я была за границей, ела классную вкусную еду, которую я не смогу поесть в России. Почему бы и нет? Я смогу их легко сбросить снова, если захочу. Но этого паразита я больше никогда не впущу в свой голову. Как бы это эгоистично не звучало, я считаю себя достаточно интересным и разносторонним человеком, поэтому я буду продолжать свою деятельность на YouTube не только на тему похудения и на тему еды, а о многих разных других интересных вещах. Если вам было интересно, то подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. И пока-пока! Я неудачник. Я больше не могу.